ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Уже проиграл. Шел на Россию, а мы его не пустили. И не пустим. 10 июля 1855 года во время ожесточенного обстрела третьего бастиона Павел Степанович Нахимов решил лично осмотреть позиции врага и линию обороны. Несколько пуль просвестили рядом с ним, на что адмирал отметил, как метко стреляют враги, но не стал уходить в укрытие. Это и предопределило судьбу флотоводца. Первая за 40-летнюю военную службу ранения в висок стала для Павла Степановича Нахимова роковым. Не приходя в сознание, он скончался 12 июля 1855 года. Он же тоже слышал слова Корнилова «Отстаивайтесь за Севастополь». И за Севастополь стоял как за последнее место, откуда может пойти зараза английского и французского вторжения. Не пустили. Потому что, в том числе и потому что Павел Степанович Нахимов совершил свой личный подвиг здесь. 167 лет спустя Нахимовцы почтили память великого флотоводца у места его смертельного ранения. Торжественный митинг-реквием проходит пятый год подряд. Его участниками стали те, для кого Павел Степанович Нахимов подал личный пример. Для нашего города это имя святое. Не менее важное, чем имя святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова. Они из одной когорты, из одной обоймы тех людей, которые любили Севастополь и любили Россию. Да так любили, что готовы были отдать за них жизнь. Для Нахимовцев символичное место, где проводился митинг-реквием. Не только для каждого севастопольца это место святое, но и для каждого военного моряка, у которого жизнь связана с именем Павла Степановича Нахимова. Все здесь люди собрались, для которых Нахимов в их сердце, для которых Нахимов просиял как пример служения Отечеству и пример жизни. Среди людей в форме есть и совсем молодые ребята, кадеты Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища. Некоторые из них приехали в Севастополь, чтобы поступить здесь в Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова. Для меня это огромная честь. Я испытываю гордость за то, что у нас в России, в Российской империи, есть такие прославленные и великие адмиралы, как Павел Степанович Нахимов, который помимо того, что отдал жизнь за Родину, но и так он много вложил во флот, в веру. Поэтому я очень горд, что обучался в Нахимовском училище в Питере, а также сейчас прохожу обучение курсантам. И дальше буду служить на флотах и буду приумножать традиции великого адмирала Павла Степановича Нахимова. На митинге реквиями присутствовали севастопольские ребята, жизнь которых тоже связана с именем флотоводца. Так для Никиты Живкина Павел Степанович Нахимов служит примером для подражания. Павел Степанович Нахимов – это великий адмирал, который командовал обороной Севастополя. Не каждый может похвастаться такой смелостью, как он, ведь никто бы не смог в полный рост стоять под обстрелом и взрывами врагов. Ну и вообще, для всех севастопольцев, а в частности для Нахимовцев, это очень важная персона, о которой они должны знать все. Митинг реквиям завершила лития. Участники возложили цветы к мемориалу на месте смертельного ранения Павла Степановича Нахимова. ЛИРИЧЕСКАЯ Babylon Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok